Организационный. Если вот мы идем на роды с партнером, муж, то неважно, наверное. Мы приезжаем, и нам говорят, еще рано у вас там раскрыти, маленькая, в предродовую. Вот я ложусь в предродовую, например. Врачи могут сказать, сколько часов я там буду находиться, и что все это время должен делать мой партнер. То есть он едет домой, или он ждет там все это время, как долго это все может происходить. Точно не скажет никто. Мы, как люди, принимающие детей и участвующие в этом процессе, всегда смеемся, что нам было бы идеально, если бы все женщины рожали одинаково. Чтобы понимали, ага, схватки начались, так все, 6 часов тут, так, часик мы, значит, второй период родили. Но бывает, что женщина приезжает ей, говорит, ты не в родах, а она вступает в род, и через 2 часа ее смотрят, а у нее там 5 сантиметров открытия. Поэтому, да, такое бывает, когда приезжаешь, говорят, что ты не в родах, но обычно, если совсем все затихло, то тогда, конечно, опять же, мы оцениваем, сколько до дома ехать. Либо, например, можно снять, там, если роддом отдаленный от дома, там, какую-то гостиницу, чтобы потом не нестись. Эти схватки продолжаются, только какое-то время мы находимся где-то рядом, потому что бывает такое, что в приеме все затихает, о чем я говорила, как кошечки, которые не рожают при ярком свете. И когда ты погружаешься в предродовую, опять же, одеваешь наушники, закрываешь глазки, то твои схватки могут вернуться. Поэтому, да, партнер проходит в бокс тогда, когда ты в отдельном боксе, то есть в предродовую, как правило, не пускают. В дом, ну, где-то иногда, ну, так, чтобы сидеть, то есть в предродовую, это, как правило, 3-4 женщины, и не всем, может быть, понравится, что с тобой тут свита, с вирами, с нормальными водами, а они там, да, вот, лежат. То есть тут надо смотреть, что происходит. Ну, то есть с домами проще, поскольку мы хорошо разбираемся, да, стоит уезжать, не стоит уезжать. То есть это не твое решение.